Привет, друзья! Хочу показать вам очень интересную новинку. Лично я с такими благовониями встречаюсь впервые. Хотя опыт использования в благовонии у меня очень большой, больше 25 лет. Что это за благовония и чем они так интересны, сейчас я вам покажу. Сейчас у нас есть три типа таких благовоний. Это Пала Санта, Белый Шалфей и вот такой набор. Посмотрите. Я уверен, что их будет еще больше. Что мне, во-первых, понравилось? То, что мысль создателей благовония не стоит на месте. Они продолжают что-то придумывать, изобретать и посмотрите. Что это такое? Это благовонные брикеты. Я уверен, что кто-то из вас, может быть, встречал и такое раньше. Но вот лично я, вот, представляете, повторюсь, вообще время, сколько я использую благовония в своей жизни, больше, чем я себя знаю. Первый раз такие вижу. Видите? Это набор разных ароматов, а здесь моноароматы. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Белый Шалфей и Пала Санта. Ну, что может быть проще? Молотая древесина Пала Санта, потом... Ах! Жестко открывается. Потом сформированные в брикет. Посмотрите, как оригинально и как мудро. В комплекте идет подставочка. И сейчас мы с вами попробуем. Ну, вот так вот аромат. Попробуем Белый Шалфей. Не могу сказать, что он напоминает аромат Белого Шалфея в чистом виде. Бывает такое, что... Даже у меня бывает такое. Вот лежит пучок Белого Шалфея, а хочется, чтобы был хороший аромат Шалфея, натуральный, чистый, но почему-то не хочется жечь лист. Или Пала Санта. Казалось бы, так вот сейчас просто зажги какую-то палочку, она погорит какое-то время. Будет давать очень ровный дым. Будет давать очень ровный аромат. А палочек нету. И вот альтернатива. Пробуем Белый Шалфей. Почему Белый Шалфей? Потому что сегодня мы уже снимали наш курс по благовониям. Новый вариант курса. Потому что один у нас есть. Сейчас мы его дорабатываем, и он будет более расширенный. И я точно помню и знаю аромат Белого Шалфея, потому что сегодня я его пробовал. Так, смотрите, как все продумано. Легко устанавливается вот сюда. Видите, в такую подставку. Если потереть, прям видно, это... Наверное, Белый Шалфей. Я все-таки верю производителю. Но то, что это какая-то натуральная масса, сформированная в брикет, это точно. Что это такое? Сейчас послушаем аромат. Попробуем. Зажигаем. Ждем. 100% Белый Шалфей там есть. Сейчас подождем. Пусть он посильнее погорит. И будет понятно, все-таки там что-то было добавлено, или это чистый Белый Шалфей. Потому что если это чистый Белый Шалфей, то, конечно, его здесь очень много. Первое, что заметно, горит он очень быстро. Действительно, прям сгорает. Я пока еще не засекал, сколько он будет по времени тлеть. Ну, я думаю, он быстро тлеет. Второе. Написано 100% натуральное, с листьями Белого Шалфея. Чувствуется, что это не Белый Шалфей целиком. То есть, какой-то микс. Но аромат Белого Шалфея угадывается однозначно. Он раскрывается. То есть, очень сильно выражены ноты именно Белого Шалфея. Я думаю, что здесь какой-то такой микс Белого Шалфея с чем-то. Ну, потому что, если делать целиком такие брикеты из Белого Шалфея, это было бы довольно накладно. И, наверное, аромат бы был уж очень избыточный. А здесь он так хорошо замиксован. И он чувствуется. И в то же время не избыточный. Не избыточный. Очень классный. Мне нравится. Мне нравится. И всем, кто хочет как-то разнообразить свои знания в благовониях, обязательно попробуйте. Посмотрите, как он быстро тлеет. Видите? В наборе 15 вот таких брикетов. Пала Санта, Белый Шалфей и подставка. А здесь, видите, и можжевельник, кедр, сосна. Что там у нас еще? Пихта. Это такой вот тоже очень интересный набор. Называется аромат гималайских деревьев и трав. В любом случае, что здорово, то, что это натуральный продукт. Это очень-очень хорошо. Для всех, кто предпочитает именно натуральные ингредиенты, кто не хочет какой-то химии, вот это очень хорошая альтернатива. Тем же конусам. Конусы, напоминаю, в начале горения дают одно количество дыма. Сгорая, они дают все больше и больше дыма. Некоторые их за это не любят, потому что в какой-то момент конус просто начинает дымить. А здесь, видите, довольно ровное горение. Заметно. Очень быстро треет. Друзья, если вас заинтересовали эти благовония, они есть у нас в магазине. Напоминаю, у нас есть фактический магазин. Можете приехать, посмотреть, на месте выбрать. У нас есть интернет-магазин. Можете сделать заказ. Мы отправляем по всей России. Также подписывайтесь на наш канал, если вы любите благовония. Если вы любите этнические какие-то вещи, продукты, сувениры. В общем, любите этнику. Подписывайтесь на нас. И если вам интересно, хотите задать какой-то вопрос, пишите смело в комментариях. Мы на все вопросы отвечаем.